Привет, друзья! С вами Владимир Чайкин, и мы продолжаем смотреть на снаряжение, которое мы берем с собой в поход. Что у нас сегодня? Сегодня у нас термосик от немецкой компании SBIT на 0,75 литра. Сделан термосик из нержавеечки, покрыт сверху вот таким вот шершавым черным материалом. Наверное, против скольжения, то есть он не выскользнет у вас из руки, сидит более плотно, чем обычный гладкий серебряный термос. Чем же он нас привлек и чем же он такой замечательный, почему вы вообще себе его купили? А вот давайте посмотрим. Снимаем крышечку. Одна крышка, кружка. Вторая, то есть мы ходим в походы вдвоем и пьем, соответственно, вдвоем. То есть два человека одновременно могут попить. Очень удобно, очень круто. Ну, скажем, в какие-то большие экспедиции для экономии веса мы вот эту кружечку, конечно, не берем. Скажем, в большие экспедиции Таня не берет кружку, берет только этот термос и пользуется вот этим пачком вместо кружки. То есть лишнюю железную кружку мы не берем, тем самым экономим вес. Вот. Что еще сказать? Что мне не нравится в этом термосе? Сразу пойду в минусы, короче. Что мне не понравилось? Не понравилось мне вообще эта крышка с кнопкой. Я вообще не очень люблю термосы с кнопкой. Они меня как-то раздражают. Внутрь в клапан все время забивается чай. Если вы завариваете чай в термосе, это очень неудобно. Его потом нормально не помыть, эту крышку. Вот. Со временем эта резинка клапана там истлевает, и термос начинает пропускать, протекать. Ну, скажем, давайте посмотрим. Вот. Нажимаем на кнопку. Вот термос открылся, это колечко поднялось вверх. Тут написано Open Close для глупых людей, то есть можно сразу понять. Наливаем как бы из этой крышки. Вот. Налили чай. То есть вы использовали термос. Поставим, чтобы пролилось все. Нажимаем на Close. Термос закрыт. Как бы и по идее он не должен протекать. Но смотрите. Оп. И несколько капель в этой крышке остается в клапане. И то есть, ну, как бы не очень хочется, чтобы эти несколько капель вытекали вам в рюкзак, например. То есть это не очень меня привлекает. Но компания из BIT, серьезная компания, производит всякие крутые вещички с 30-х годов. И поэтому они позаботились о том, чтобы человеку было удобно. И в комплекте с этим термосом идет также, вместе с крышкой с кнопкой, идет крышка без кнопки. И вот такая вот обычная черная крышка. Здесь прокладочка резина. И дико круто закрывается. И нравится мне такая крышка во много раз больше. Почему нравится? Потому что теплопотеря с этой крышкой гораздо меньше. То есть тепло она сохраняет гораздо дольше. Вы думаете, да, что типа эту крышку нужно откручивать до конца, чтобы налить чай. На самом деле это заблуждение. В термосах с этой крышкой вот так вот, видели? Пару оборотов только открыли. Нальем туда же. И все замечательно льется. То есть не нужно откручивать до конца. То есть из-за того, что пространство откручиваемое меньше, тепло мы теряем, соответственно, тоже меньше. И вот так вот закрутили. И ни черта у вас больше не прольется. Термос замечательно. Очень мне нравится. Термос весит 465 граммов. Ну тяжело. Ну все термосы весят примерно так. То есть это какой-то средний вес. Средний вес. На 0,75 литров. Очень круто. Для походов вообще идеальный вариант. Ну даже не для походов. Скажем, даже если вы на работе хотите попить кофе или чай. Берете с собой этот термос и замечательно. Мы, скажем, в походах, если мы не хотим делать большой привал и готовить себе там обед. А хотим быстрее пройти маршрут. Мы туда заливаем кипяток. И на обед садимся и завариваем, скажем, бомж-пакеты. На 2 бомж-пакета хватает этого термоса. 2 бомж-пакета и 2 вот таких вот колпачка. Это то есть на обед абсолютно хватает заварить кипятком. Очень удобно. Можно, в принципе, если использовать не крышку с клапаном, а вот эту вот такую простую крышку без всяких прибамбасов. Можно туда заливать, скажем, и какую-то еду. Какой-то суп, например. Или там... Ну какую-то еду. Наверное, суп, да. Удобнее всего. И, скажем, пообедать можно из этого термоса. Конечно, крышку с клапаном нельзя использовать. То есть, если вы заливаете туда какую-то еду, потому что туда забьется всякая дрянь, и вы потом ее не вымоете оттуда. А так очень круто. Сколько держит термос? Производитель говорит, что при 20 градусах тепла этот термос держит. Через 12 часов у вас будет 60 градусов температура жидкости внутри этого термоса. Ну, то есть, горячая, сильно горячая вода. Через 24 часа, то есть, через сутки, будет 45. Ну, то есть, тоже горячая вода, собственно. Такая уже терпимая, но все равно теплая, горячая вода. Собственно, причин не верить производителю нет. Компания серьезная. Может, когда-нибудь сделаем тест, проверим, действительно ли столько он держит. Но, я думаю, реально держит эту температуру. В общем, для походов вообще идеальная тема. Стоит такой термосик 20 евро. Я не знаю, примерно так. Может, чуть дороже. Ну, примерно 20 евро. Ну, у разных производителей. Через интернет может дешевле. Вот, берите с собой в поход и не знайте бед. То есть, если даже вы решите не ходить в походы, то есть, дома он вам пригодится на дачу, там взять с собой или на работу. Теплое питье. Очень круто. Особенно в какие-то холодные месяцы. Вот, ходите в походы, пейте чай. С вами был Владимир Чайкин. Подписывайтесь на мой канал. Если у вас такие же термосы, оставляйте свои комментарии. Кому что понравилось, кому что не понравилось. Всем пока. Мы остаемся пить чай.